Каждый год мы говорим о целях последующего года. И этот год для общин Орхамашиах, Бетель, двух общин, которые в сотрудничестве, не являются исключением. Для нас следующий год — это послание к евреям, 11 глава, 1 стих. Этот стих все знают, где говорится о надежде, где говорится о вере. Я хочу зачитать вам его. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Ожидание. Как долго, когда это придет, мы не знаем. Но мы уверены в том, что это придет. И мы говорим о том, что еще невидимое станет явным здесь на земле. И наши ожидания в нашей вере будут приводить к большим переменам. Шаббат шалом, дорогая община! Шаббат шалом всем тем, кто у нас в гостях. Вижу Хмельницкий, Израиль. Слава Богу! Мы рады приветствовать всех в еврейской мессианской общине Орхамашиах, где евреи и неевреи славят Бога Всевышнего и исповедуют Ешуа Мессией Израиля и Спасителя этого мира. Поэтому слава Господу! Аллилуйя! Друзья, хочу с вами поделиться сегодня посланием. Понимаю, что где-то враг пытается противостоять мне в этом, но у него ничего не получится. Да, пытается давить на меня через здоровье, но благодаря молитвам святых я на этом месте и буду говорить то, что Бог положил мне на сердце. Расскажу в двух словах о том, как я пришел к этому посланию. И на эту проповедь меня натолкнули два действия. Первое действие – это была работа Бога с моим внутренним человеком и пониманием вообще моей личной цели в жизни и вообще цели христианина в жизни. На протяжении нескольких недель Дух Святой говорил внутрь меня через книжки, через прогулки я прогуливался, размышлял о слове, через сообщение с женой. И в конце все это собралось, знаете, как пазл в картину. Также вторым действием это было то, что вот на домашней группе, кажется, на прошлой неделе у нас была такая интересная встреча на Молдаванке, мы собирались, у нас было такое очень интересное живое общение, можно сказать, такие интересные духовные дебаты. Ну, это классно, это очень хорошо, когда мы можем выражать свои мнения, говорить о них. И для меня, как пастыря, эти дебаты, они показали один определенный момент, на который стоит обратить внимание, что по ключевым вопросам у нас должны быть с вами единое мнение. Это очень важный момент, и поэтому после этой домашней группы я решил разобраться со всем, о чем мы спорили, говорили, и последнюю неделю этим и занимался. И почему для меня это важно? Я понимаю, что в теле Мессии мы должны иметь единство, правильно, да, друзья? И это важная часть, единство, это очень важный момент, потому что нашу с вами миссию, как общины, и лично каждый, мы сможем исполнить только лишь в том случае, если мы будем едины. Конечно, Писание говорит вам, что нам, что так же должно быть разномыслие. Вот в Коринфянам написано, в 11 главе, 1 Коринфянам, «Дабы открылись между вами искусные». И это тоже хорошо, когда мы умеем отстаивать свое мнение и общаться по поводу слова. Но есть важные, фундаментальные, я называю эти истины фундаментальные, истины, которые влияют на нас, как на Божью общину, и на жизнь каждого ее члена, на жизнь каждого из нас. И это очень важный момент, на который мы должны обращать внимание, чтобы по этим фундаментальным вопросам среди нас было единство. Давайте, наверное, помолимся, да? Я думаю, будет правильно сейчас помолиться. Отец Семьесный, Боже, спасибо Тебе за то, что мы на этом месте, и за то, что Твой Дух Святой на этом месте. Боже, это место Твоей славы, Господь. Место Твоей славы от Твоего присутствия. И мы благодарим Тебя за то, что мы сегодня здесь. Отец, мы просим Тебя, чтобы Ты, Бог наш, формировал в нас правильные и твердые основания нашей веры, Господи, которые помогут совершить каждому из нас путь нашего спасения и исполнить Твое предназначение на этой земле, как Божьей общины. Мы просим Тебя во имя Ешуа, Мессии. Амэн. Моя проповедь называется «Увидеть дальше». И сегодня я хочу начать свое послание с вопроса. Друзья, скажите, пожалуйста, какая главная цель прихода Ешуа, Мессии? Не стесняйтесь. Спасение, да? Еще варианты. Заблудших овец дома Израиля. Еще. Примирение с Отцом. Хорошо, слава Богу. Вы все правильно все говорите. Аллилуйя. Но давайте увидим дальше. Это ключевой вопрос. Ответ на него является основой нашего с вами христианского мировоззрения и имеет огромное влияние на нашу христианскую жизнь. Это очень важный момент. И ответ на этот вопрос важен потому, что правильное понимание Божьей цели, оно напрямую влияет на наши с вами цели личные, которые мы строим, и на цели вообще Божьей общины, а также влияет на методы, которые мы избираем для того, чтобы эту цель достичь. Это очень важный момент. Ведь если мы не понимаем цель Бога, или, допустим, понимаем ее не до конца, или понимаем ее неправильно, то нам будет тяжело ее достигнуть. Правильно же? Если нет у нас четкого и ясного понимания, какая цель Бога, то я скажу, что в такой ситуации мы с вами можем избирать или неправильные методы, мы можем с вами избирать методы, которые будут плохо работать, потому что они не соответствуют цели, и мы можем избирать будем неполные методы, делать какие-то определенные вещи частично, они не до конца исполняют то, к чему Бог нас определил как Божью общину. Друзья, в Евангелии от Матвея цель Мессии показана практически с самого начала, и она раскрывается на протяжении всего Евангелия. Я вам прочитаю, это третья глава Евангелия от Матвея, первый-второй стих. В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской, и говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Иоанн, которого еще называют Иоанн Предтеча, очень четко понимал основную цель прихода Ешоа Мессии. Царство Небесное приблизилось. Если мы посмотрим, то в следующей главе сам Ешоа говорит те же слова. Евангелие от Матвея, 4 глава, 17 стих. С того времени Ешоа начал проповедовать и говорить, и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Ешоа начал свое служение с того, что дал четкое определение цели своего прихода на эту землю. И если мы будем внимательны при чтении Евангелия от Матвея, то мы увидим, что вопрос Царства подымается около 35 раз. Если быть точно, то 32 раза говорится о Царстве Небесном, и 5 раз, кажется, говорится о Царстве Божьем. А если взять, друзья, во внимание то, что Евангелие от Матвея является мессианским посланием, потому что оно показывает тесную связь Танаха и Брит-Хадаша, то можно сказать, что Матвей, он продолжает развивать идею Божьего Царства, которое прослеживается явно в Танахе. Потому что Бог, избрав народ, что он стал царем Израиля. И всегда мы видим в Писании, что Бог упрекает народ за то, что они отвергли его именно как царя. И смотрите, тем самым показано нам, что Матвей, он соединяет Танах с Брит-Хадаша, делая его целостным откровением Бога о его плане для человечества. Эта идея очень ясно также описана Давидом, который понимал Царство Бога и увековечил свое понимание в своем псалме. Я прочитаю вам этот псалм, это 144-й псалм, но буду делать это с небольшими такими поправками, пояснительными такими вставочками. С 10 по 13 стих Давид говорит, «Да славит Тебя Господи все дела Твои, и да благословляют Тебя святые Твои». То есть мы с вами, мы с вами, друзья, да проповедуют славу Царства Твоего, и да повествуют о могуществе Твоем, чтобы дать знать сынам человеческим, то есть всем людям на этой земле, о могуществе Твоем и о славном величии Царства Твоего». Опять вопрос Царства. Царство Твое, Царство всех веков, и владычество Твое во все роды. И весь еврейский народ, друзья, и мы вместе со всем еврейским народом, совершая наши молитвы, мы говорим, «Баруха Та, Адонай, Элогейну, Мелых Аулам». «Благословен Господь Бог, Царь Вселенной». «Царь Вселенной». Мы провозглашаем тем самым Царство Бога на этой земле. Теперь я думаю, что, наверное, у многих возникнет вопрос, а как это влияет на мою жизнь, лично на мою жизнь? Я очень надеюсь, друзья, что к концу моего послания вы увидите всю силу его влияния. Но если мы с вами сегодня говорим о фундаментальных вопросах, то для того, чтобы их понять, нам надо вернуться в самое начало. И это начало начинается с первой главы Священного Писания, с книги Беришит, которая так и называется, в начале. И смотря на сотворение всего мира, мы должны обратить внимание на то, что Бог, когда каждый день Он творил определенные элементы мироздания, Он видел то, что Он делал, и Его это вдохновляло, и Он говорил, вот написано, и увидел Бог, что это хорошо, и увидел Бог, что это хорошо, так говорит Писание. Что сделал, и говорит, это хорошо. Но интересно то, что если мы посмотрим завершение процесса, всего процесса творения, то в конце Бог увидел все, что Он создал, Он увидел всю целостность картины, которую Он сотворил, и сказал, весьма хорошо. Когда было все сотворено, Он сказал, весьма хорошо. И это не говорит о том, что Бог, когда делал, Он не знал, когда, как все будет выглядеть, и потом, ух, удивился, думает, весьма хорошо. Нет, это говорит о том, что для Бога важна целостность картины, для Него важна гармония всего творения вместе. И Он говорит, весьма хорошо, увидев эту полную картину. Когда Бог сотворил человека по образу и потопию своему, который стал венцом Божьего творения, и который должен был управлять этой землей, то Бог хотел, чтобы эта Божья гармония, она продолжала свое существование в жизни этого венца творения, в жизни человека. Причем, она должна была целостность существовать во всех направлениях. Гармония человека в отношении с Богом, правильные взаимоотношения с Богом, гармония человека в правлении с землей, гармония между всем творением, на земле. Все, что оно должно было иметь правильные взаимоотношения и гармония среди самих людей в отношениях. Я скажу, друзья, что вы это знаете тоже хорошо, что грехопадение эту Божью гармонию и Божью целостность разрушило. Причем, оно разрушило ее во всех направлениях. Человек потерял отношения с Богом, человек стал не понимать, как управлять землей, которая понесла на себе проклятие. Между творениями, между тварью началась борьба за выживание, а люди начали убивать один другого, чтобы показать свое превосходство один на другим. Но Бог не перестал любить этот мир, друзья. Поэтому, потому что все, подчеркиваю, еще хочу подчеркнуть слово именно все, все, что Бог создал, оно весьма хорошо. Все полностью весьма хорошо. Поэтому Бог, он предусмотрел план своего спасения. но очень важным моментом является то, что этот план спасения, он не касается только лишь человека, как часто думают христиане. Божий план спасения, он касается полного восстановления всего Божьего творения, о котором Бог сказал. Весьма хорошо, Он сказал это о всем. истина, которую мы должны с вами четко знать и четко понимать, что Бог планирует восстановить свое царство во всем мире полностью. Это не только царство людей, во всем мире, что Он создал, мир, который весьма хорош, Бог хочет установить, вернуть свое царство. Он это делает, потому что мир, который задумал Бог, он весьма хорош, и сотворил его Бог хорошим, это не такой мир, как сейчас мы видим, мир испорченный грехом. Нет, тот мир, он был весьма хорош. Я вам приведу несколько фактов. Нет, ну, возможно, кто-то из вас знает, это факты влияния падшего человечества в разных сферах. к примеру, если взять сферу экологии, на данный момент, друзья, уже уничтожено 50% на всей земле, представьте, 50% мангровых зарослей мира уничтожены. Это заросли были, которые охраняли побережье и очищали воду, питьевую воду делали, ну, и воду чище делали. Смотрите, фактор в конце прошлого века 22 известных рыболовецких района были полностью истощены, 44% были на грани полного истощения, практически половина района, где можно ловить рыбу убиты. Почему? Потому что когда ловят рыбу, сетями еще собирают другую живность и в год выкидывают 270 тонн, тысяч тонн, 270 тысяч тонн вот этой вот другой неседобной живности, которая просто погибает. За время существования человечества вымерло за 2000 лет. Человечество уничтожило четверть всех птиц. 11% еще на грани исчезновения. Также 18% млекопитающих, 5% всех рыб, 8% всех растений. Это то, что падшее человечество сделало на этой земле. Я скажу вам факты войны между людьми. Убийство одного солдата во время рыцарских боев стоило порядка 1 доллар. Убийство солдата сейчас стоит 240 тысяч долларов. Человечество вкладывает колоссальные в деньги в то, чтобы убивать друг друга. Задумайтесь, один человек убить одного солдата 240 тысяч долларов. Это колоссальные деньги и колоссальные масштабы того, как развивается грех растет. И это только малая часть. Этих фактов можно рассказывать множество, друзья. Но, как я сказал, Бог планирует восстановление не только падшего человека, но Он планирует восстановление всего мира, за который человек должен был следить, за которым человек должен был нести ответственность, что человек делает сейчас наоборот. Он не несет ответственность, а он несет разрушительные действия. В послании к римлянам написано, это 8 глава 19-22 стих, «Ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божьих, потому что тварь покорила и суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде, что и сама тварь освобождена будет от травства тлению в свободу славу детей Божьих, ибо знаем, что всякая тварь совокупно стинает и мучится до ныне. Все творение на этой земле ожидает, когда Божий план восстановления, спасения приведет мироздание в этот божественный порядок, в это состояние божественной целостности и гармонии, которые были до грехопадения. Друзья, в конце этого плана мы люди, как говорит Иоанн, станем подобны нашему Господу. Это Иоанна 3 глава 2 стих возлюбленные. Мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, какой Он есть. Только уже, друзья, это подобие будет выражено тем, что мы не сможем уже согрешить перед Богом. Божий план приводит нас в состояние, когда мы будем подобно Ишуа неспособными согрешить. И гармония Божьей батареи и варенья, она никогда, после того, как Бог ее восстановит, она никогда больше не сможет нарушиться грехом, потому что наша природа, она будет человеческая, она не сможет больше грешить. Конец этого плана, он очень красочно и ярко описан пророком Исаии. Исаия 11 глава 6-9 стих. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их, и корова будет пастись медведицу, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол, будет есть солому, и младенец будет играть над норою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи, и не будут делать зла и вреда на святой горе моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как волны наполняют море. Так будет, друзья, потому что об этом Бог Духом Святым сказал через пророка и увековечил это в Священном Писании. Но на этого времени на нас с вами, как на Божьем народе, лежит ответственность созидать Божье Царство, Божье Царство, которое должно принести и утвердить целостность и гармонию на эту землю. И в этой фразе я хочу обратить внимание ваше на то, что Бог ожидает это от народа. Важная часть для нас с вами понимать, что мы народ. Это ключевое понятие. Сегодня очень часто мы можем слышать, я думаю, вы со мной согласитесь, что очень часто люди говорят личный спаситель, такое понятие, личный спаситель. Говорят евангелисты, тебе надо принять Господа личным спасителем. И знаете, я прочитал недавно одну интересную книгу, и вот автор, он там писал такое высказывание, говорит, христиане очень часто приватизируют жертву Мессии, и как будто весь план спасения, он завязан только лично на мне, на мне одно. Но, друзья, я скажу так, что это не совсем соответствует истине, без сомнения, Ешоа пришел на эту землю для того, чтобы умереть за лично каждого из нас. Без сомнения, он пришел на эту землю, чтобы лично каждого из нас оправдать, искупить, сделать лично каждого из нас Детем Божьим. Это истина, это факт. Он наш личный спаситель, однозначно. однако, наше личное спасение, личное спасение каждого из нас нельзя назвать конечной целью Бога. Это не является конечной целью Бога, потому что его цель это народ всегда был, чтобы из спасенных, лично спасенных людей образовался Божий народ, друзья, который будет, став частью Божьего Царства, будет выражать это царство на этой земле до его окончательного и полного установления. Очень важный момент. Народ. Каждый лично спасен, но Бог видит дальше. Он видит народ Божий. В Колоссянам, друзья, в первой главе мы можем прочитать интересный отрывок с 12 стиха мы читаем «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего в нас от власть седьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой тварей, ибо им создано все, что на небесах и что на земле видимое и невидимое престол или господство или начальство или власть или все им и для него создано и он есть прежде всего и все им стоит и он есть глава тела церкви он начаток первенец из мертвых дабы иметь ему во всем первенство ибо благоугодно было отцу чтобы в нем обитала всякая полнота чтобы посредством его примирить с собой все и умиротворив через него кровью Христа и земное и небесное и что мы видим мы видим что Ешоа он вывел лично каждого из нас из власть тьмы и вел куда он вел нас в свое царство он вел нас в свое царство друзья в этом царстве кто царь он Ешоа в этом царстве царь Ешоа и он является главой чего он является главой церкви а церковь это сообщество это сообщество верующих людей которые объединены общей целью это не каждый лично спасенный Господом как индивидуальная как индивидуальная единица скажем так нет это тело это все вместе соединенные взаимоскрепляющими связями соединенные любовью соединенные духом святым это тело друзья мы видим что также это показывает цель Бога это народ Божий Ешоа также вот интересный стих говорится что Ешо умиротворит все земное и небесное друзья это показывает нам на очень важный и ключевой момент что искупительная жертва Мессии она имеет всеобъемлющее действие очень часто мы думаем что цель Ешоа она заканчивается на мне но его цель она всеобъемлющая друзья он хочет восстановить свое царство он хочет восстановить царство Бога в этом мире в конце Божьего плана произойдет это восстановление и царство с Бога оно станет как написано и на земле как на небе да мы с вами читаем царство Бога станет на земле как и на небе друзья и в Ешоа Мессии мы с вами можем видеть и должны видеть начало Божьего владычества над всем творением но он избрал еще прежде сотворения мира он избрал нас с вами он избрал Божий народ чтобы мы созидали его царство для этого в день пятидесятницы Бог излил дух свой на свою общину вы помните да как бы раз сформирована Божья община как дух святой он сошел на тело Мессии для чего чтобы созидать это царство в Божьей силе дух святой это сила для проповеди Евангелия Бог дал свою силу для того чтобы мы созидали его Божье царство и я скажу что мы уже переживаем и пребываем его царстве амен мы кто в царстве Божьем на этом месте переживаем конечно же мы переживаем его царство мы понимаем что мы его в его царстве но на самом деле его царство еще не наступило во всей полноте вы согласны со мной царство не наступило мы видим еще есть болезни есть согрешения даже в теле Мессии мы это видим друзья но несмотря на это святой дух он дает нам утешение и уверенность что рано или поздно его царство оно будет установлено писание показывает нам говоря о духе святом что он является залогом нашей надежды ефесянам 1 глава 13-14 стих в нем и вы услышав слово истины благовествование вашего спасения и уверовав в него запечатлены обетованным святым духом который есть залог наследия нашего для искупления удела его в похвалу славы его я хочу проиллюстрировать вам этот стих на примере если кто-то из нас к примеру получит в детстве наследство то пользоваться и распоряжаться он этим наследством не может до определенного времени это время время его совершеннолетия хотя по сути фактически этот человек он является владельцем того что ему было наследовано да друзья залогом или удостоверением его права на владение является собственноручное написанное завещание в его пользу на его имя и когда придет время когда наступит время когда он вырастет то он вступает в это полное наследство и получает уже все что ему было завещано завещателем и может пользоваться во всей полноте так как он этого желает в нашей ситуации сам бог сам бог дух святой которого послал отец и который живет в наших сердцах он является залогом друзья того что Ишоа придет на эту землю в своей славе и установит вечное царство бога на этой земле залог это то что придает нам уверенность в будущем это то что придает нам смелость в настоящем почему мы можем смело заявлять о нашей вере потому что дух божий внутри нас он говорит что мы дети божьи он свидетельствует нашему духу что мы спасены что мы дети божьи которые имеют надежду жизни с богом его царстве вечно дух святой совершает это внутри нас но в этой уверенности и смелости нам надо понимать божью цель потому что как я сказал в начале понимание этой цели влияет на наши цели с вами и на методы их достижения для нас очень важно понимать что целью искупления бога для нас является не только наша жизнь на небесах тишина повторяю еще раз повторю целью нашего искупления является не только наша жизнь на небесах кто-то может сказать на это аминь слава богу божья цель для нас чтобы мы став обновленным божьим творением участвовали в восстановлении божьего царства божьего владычества во всем миростанении и в перспективе жили где вопрос где в перспективе мы должны жить где наше жительство наше жительство на земле друзья на земле и я вам сейчас это докажу чтобы вы понимали вот фишка в том что очень часто что мы понимаем что наше жительство на небесах но мы будем жить с вами на земле потому что друзья если мы видим нашу цель нашей жизни только на небесах то мы можем начать думать что все земное которое нас огружает это плохо ну как бы если нас ждут на небесах все хорошее все на земле это плохо ну как же плохо когда бог создал все на земле и сказал весьма хорошо мы можем начать думать что грешники это тоже плохо что они плохие перед не на я не хочу общаться с грешниками они плохие люди зачем они нам нужны хотя плохие не люди бог не творил плохих людей никогда он не мог сотворить плохого человека грех он делает человека плохим ночи божье творение она хорошо венец божьего творения это хорошо всегда друзья и знаете что такая позиция она может привести нас к одной опасности опасности заниматься в этой жизни только тем что совершать путь своего спасения помните как я сказал что когда мы приватизируем жертву мессии как моя личная жертва и вот есть такая опасность со страхом и трепетом совершать только свое спасение друзья где центром нашего понимания есть я и мое спасение только я не надо совершить этот путь я не хочу сказать что мы не должны со страхом и трепетом совершать спасение об этом говорит писание но мы должны видеть дальше и понимать божий план для нас это очень важный момент друзья я хочу сказать что если мы думаем вот так лично о себе каждый то божья община вот мы с вами общество может быть стать для нас средством достижения своей личной цели не надо община чтобы я совершил свое личное спасение скажите может здесь в таком понимании быть какое-то посвящение служение когда я в центре всего я не бог а я я думаю что не может быть речи никаком посвящении и никаком служении также если мы думаем что наша цель только лишь небеса у нас может сложиться впечатление что бог он заботится только лишь о духовных вещах и тут мы обязательно попадаем куда мы попадаем в капкан сетей дуализма где мы начинаем думать что прославление бога что молитва чтение писания посещение общины является духовным действием а наша домашняя повседневная жизнь наша работа наш досуг извините пожалуйста секс являются действиями не духовными а скажем так светскими и тогда мы начинаем думать что раз служителя в церкви люди духовные то пусть эти духовные и занимаются духовными служениями а мы в сторонке немножко постоим посмотрим нам и так хорошо понимаете в чем в чем суть но друзья я хочу вам сказать что все что бог создал божья община молитва служение работа досуг и даже извините меня еще раз секс это весьма хорошо весьма хорошо так сказал бог вы со мной согласны аминь и мы с вами друзья спасенные дети божьи должны служить ему во всех областях нашей жизни во всех служить ему в общине служить ему в молитве служить на работе служить кинотеатре куда бы мы ни пошли что бы мы ни делали мы должны понимать что нах же хождение пред богом мы дети божьего царства и мы служим ему везде и всегда потому что бог он цель царь всей нашей жизни полностью он не цель только духовной жизнью всей жизни когда я дома занимаюсь чем-то я не перестаю быть детям божьим а он не перестает быть моим царем он является нашим богом всегда и везде аминь аллилуйя я хочу сказать друзья что мое послание наверное подходит где-то к концу может быть пора позвать группу прославления вы не против аллилуйя я еще раз хочу сказать что божий план касается восстановления всего творения человек в этом божьем плане он играет ключевую роль самую важную роль бог искупив каждого из нас соединил нас всех в божьей общине чтобы мы утверждали божье царство на этой земле как божий народ мы должны конечно же с вами искать горнего об этом говорит писание равша уль говорил о том ищите горнего но божий план он не направляет нас я еще раз хочу акцентировать внимание на том что божий план он не направляет нас к небесной жизни сейчас мы посмотрим как авраам час мы писание она направляет нас дальше я думаю что студенты меня должны понимать пройдя курс апокалипсиса и она они должны понимать много сейчас мы посмотрим как вы усвоили предмет смотрите друзья писание направляет нас дальше она обновляет нас новой жизни на земле когда все божье творение она придет в состояние целостности и гармонии как я вам сказал в книге откровений 20 20 глава 6 стих написано блажен и свят имеющий участие воскресением первым над ним смерть вторая не имеет власти но они будут священниками бога и христа и будут царствовать с ним тысячу лет где будет это царствование хочу спросить вас это царствование будет конечно же на земле друзья тысячу лет это не время тысячу лет до студент это точных дат в книге откровения нет это показывает о том что это будет очень 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 длительный период времени после этого будет суд белого престола до последний суд когда все мертвые воскреснут для того чтобы предстать пред богом и бог будет судить все народы и что будет после этого после суда после сюда будет новое небо и новая земля там будет дерево жизни но не будет дерево познания добра и зла друзья человек уже будет знать добро и зло и он сделает свой выбор в сторону бога там будут те которые станут подобные шоуа которые не могут согрешить на этой новой земле написано не будет ни ночи не не будет солнечного света но сам господь освещать будет жизни людей мы будем царствовать где на новой земле я вам прочитаю эти слова откровение 22 глава 5 стих и ночи не будет там и не будут иметь нужды ни в светильнике ни в свете солнечном ибо господь бог освещает их и будут царствовать вовеки где будут царствовать где вовеки но где новое небо и новая земля я скажу вам друзья что по этому тексту есть два мнения конечно первое говорит что бог сделает действительно новую землю эту уничтожит и сделает новую землю и и так будет есть 2 позиция я верю больше вторую позицию бог произведет полное обновление нашей земли самое главное что жизнь вечная будет на земле этот текст показывает неважно как это будет новая земля или не новая тут очень тяжело сказать мы не знаем мы можем догадываться мы видим гадательно но факт есть того что христиане будут жить в конце божьего плана в завершении на новой земле на но они будут жить на земле они как многие думают что на небесах все это открывается нам через больше слова это для того чтобы друзья мы с вами понимали полноту божьего искупления вешуа миссии чтобы вы без понимали что мы спасены чтобы ты стать частью божьего народа чтобы стать божьими вестниками которые провозглашают божье царство которое распространяется на все творение чтобы благая весть она была видна всегда была видна в отношениях между нами в отношениях между братьями и сестрами в отношении к окружающим людям в отношении к окружающему миру как отношение к окружающему большему творению на наших работах в наших семьях на отдыхе везде друзья чтобы было видно нас в нас это больше больше большая часть которой бог нас определил бог хочет чтобы мы увидели дальше чем просто небеса он хочет чтобы мы жили как представители божьего царства он хочет чтобы мы жили как царственное священство понимая свою миссию в участии в исполнении божьего плана который направлен на восстановление всего творения в состоянии весьма хорошо как бог это сделал в начале чтобы мы несли благую весть о том что еще он умер за наши грехи что еще умер для нашего оправдания он умер и воскрес по писанию на третий день для того чтобы оправдать человека который сыграет вот эту ключевую роль в восстановлении целостности мироздания друзья чтобы не мы несли ценности с царства этому погибающему миру всем своим естеством всегда где бы мы ни были не только в общине но и дома на работе везде несли ценности за царство и были активными участниками созидательной и восстановительной работы бога и сегодня друзья я хочу призвать всех нас молитве чтобы этот божий план он укоренился в нашем сознании и в наших сердцах чтобы мы видели всю полноту картины и это помогло нам исполнить то предназначение которое имеет мы имеем расширяя свое сознание расширяя свое сердце мы будем готовы принять больше людей мы не будем зациклены на себе но будем от будем открытыми для того чтобы участвовать спасение грешника чтобы двигаться во всех направлениях понимая важность всего творения что мы не живем временно на этой земле мы будем жить может быть на обновленной а может быть на новой но земле и понимали это формируя себе правильное отношение потому что бог хочет чтобы мы правильно относились ко всему большему творению к людям в первую очередь и ко всему понимая что бог хочет прийти вести все состав в состоянии весьма хорошо как было вначале аллилуйя давайте мы встанем на наши ноги и помолимся об этом а вину малкейну отец наш царь святый мы хотим сказать спасибо тебе за то что прежде сотворения мира божий ты усмотрел план спасения больше мы благодарим тебя за то что ты ишуа ты пришел на эту землю умер на кресте голгофы и ты показал нам всеоприемлющую работу твою больше в твоем искупление господь мы благодарим тебя за то что мы можем быть заработниками твоего царства мы благодарим тебя бог наш за то что мы можем божий созидать твой план на этой земле и мы просим тебя бог наш помоги нам господь больше пусть нашем понимании никогда не будет индивидуалистического мышления но мы понимаем всегда чтобы часть большего народа который призван созидать и выражать позже царство на этой земле чтобы больше мы целостной лиц целостности делали то к чему мы определены тобою отец мы благодарим тебя за то что ты показываешь нам дальше и больше расширяешь пределы нашего понимания твои цели мы благодарим тебя за то что боже ты здесь на этом месте духом своим святым твоя слава она наполняет это место твоя сила она наполняет это место твой руах он наполняет нас и мы исполняемся силой для проповеди евангелия чтобы всей нашей жизнью всем нашим естеством где бы мы ни были быть светом этому миру провозглашая боже совершенства призвавшего нас из мы в чудный свой свет каждый год мы говорим о целях последующего года этот год для община орхамаши их бетель двух общин которые в сотружестве не являются исключением для нас следующий год это послание к евреям 11 глава 1 стих этот стих все знают где говорится о надежде и говорится о вере я хочу зачитать вам его вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом ожидание как долго когда это придет мы не знаем но мы уверены в том что это придет и мы говорим о том что еще невидимая станет явным здесь на земле и наши ожидания в нашей вере они будут проводить и приводить большим переменам